Вы уже не понаслышке знаете о компании «АвтоСтронг». А теперь знакомьтесь с нашим двухколесным брендом «МотоСтронг». «МотоСтронг» занимается продажей прекрасных мотоциклов, которые привозят из Европы без посредников и поэтому продает их по очень выгодной цене. Все наши мотоциклы обслужены, готовы к новому сезону, выглядят классно, едут очень бодро. Лучшие мотоциклы в «МотоСтронг». Ассортимент и контакты по ссылке в описании. Ну а сегодня мы разберем мощный двигатель «Атопель». Итак, встречаем A16 LER. В 2007 году компания «Опель» представила турбомотор объемом 1.6, который создан на основе двигателя Z16XEP и его позднего варианта Z16XER. По сути, к атмосферному двигателю прикрутили турбокомпрессор BorgWarner. Блок двигателя чугунный, в ГБЦ 16 клапанов без гидрокомпенсаторов. В приводе ГРМ используется зубчатый ремень, который подходит от атмосферных версий. Прыск топлива распределенный, а на распредвалах нет фазовращателей. Они и ряд других решений были применены уже на более новом двигателе 1.6 Turbo от «Опель». Если вдаваться в технические подробности, то диаметр цилиндров и ход поршней, как у предшественника. А вот поршни другие, под разжатую степень сжатия 8.8 к 1 вместо атмосферной 10.8 к 1. Шатуны и шатунные вкладыши, а также коленвал оригинальный. А вот коренные вкладыши подходят от старых моторов «Опель». Двигатели 1.6 Turbo существуют в вариантах мощности от 150 до 211 лошадиных сил. Двигатели до 2010 года и после 2010 года отличаются разными прошивками под экологические нормы. Замечено, что поздние двигатели с первыми буквами в индексе «А» и «Б» выдают меньше мощности, чем заявлено. Этот двигатель устанавливали на Corsu D и E, также Astro J и H, Meriva A, Insignia. А на двух поколениях «Опель Zafira» этот двигатель можно встретить с заводским метановым оборудованием. И сегодня мы будем разбирать двигатель, снятый с «Опель» Corsa D, мощностью 192 лошадиные силы 2010 года выпуска. У этого мотора оборвался ремень ГРМ. На практике двигатели 1.6 Turbo находятся в руках истинных фанатов, которые не экономят на обслуживании и знают о слабых местах данного двигателя. Поэтому они практически никогда не доезжают до обрыва ремня ГРМ. Но капиталка в этом двигателе не редкость, потому что с завода ему достались неудачные поршни. В ряде случаев они оплавляются или разрушаются. Вот об этой проблеме, а также о других недостатках мы сегодня расскажем. В подкапотном пространстве турбомотора «Опель» 1.6 частенько заводятся полтергейсты, вызванные неправильной работой мапсенсора, то есть датчика наддува. Двигатель трясет от работы на бедной смеси, появляются шипения, а также дубеет педаль тормоза. Естественно, полтергейсты связаны с вакуумными и воздушными трубками. В первую очередь вопросы вызывают уголки, переходники, пластиковые трубочки, которые со временем через 5-7 лет теряют эластичность. И тогда двигатель начинает подсасывать неучтенный расходомером воздух. С задней стороны двигателя находятся трубки системы охлаждения, а также пластиковый разветвитель, который примыкает к термостату. При замене термостата он может развалиться. Также может развалиться тройник на обратной трубке от расширительного бачка. Даже расширительный бачок на этом двигателе не имеет вменяемого срока службы. Владельцы обычно меняют патрубки на силиконовые либо резиновые и также ставят новые улучшенные хомуты. Под впускным коллектором есть вакуумный ресивер, который тоже может треснуть. После того, как он треснет, нарушается работа исполнительных механизмов, которые работают с вакуумом. В первую очередь нарушается работа турбокомпрессора. Из-за трещины в этом ресивере появляется свист и гул после отпускания педали акселератора после разгона двигателя до максимальных оборотов. Как и многим другим двигателям Opel, двигателю 1.6 Turbo достался очень нежный ЭБУ. В нем выгорают дорожки, разрушается пайка, пропадает питание. После этого появляются хаотичные ошибки по исполнительным механизмам и иногда перестает работать в первую очередь дроссельная заслонка. Основной причиной выгорания ЭБУ является замыкание в датчике температуры охлаждающей жидкости. Как правило, ЭБУ не удается восстановить и приходится покупать мозги новые либо ЭБУ и адаптировать их для вашего автомобиля. На турбированной версии двигателя 1.6 установлен турбокомпрессор BorgWarner K03 одинаковый для всех версий. Он оснащен клапаном Bypass, по которому излишне надутый воздух отправляется на второй круг при закрытии дроссельной заслонки. Ресурс у этого турбокомпрессора отличный, но его ресурс зависит от качества масла и температурных режимов. То есть не следует гонять на холодном двигателе и не следует сразу глушить основательно прогретый мотор. В таких случаях владелец рискует в скором времени поменять картридж турбины на новый. Также владелец турбированного автомобиля Opel может столкнуться с необходимостью замены мембраны в клапане Bypass. Из-за трещины в ней раздается свист воздуха после отпускания педали акселератора после ускорения и возможен недодув воздуха. Также известны редкие случаи растрескивания горячей части турбины. Трещина обычно появляется возле перепускного клапана, что сопровождается недостаточным давлением наддува. Актуатор перепускной заслонки находится под управлением вот такого электровакуумного клапана, который частенько выходит из строя и не успевает отрабатывать, то есть вовремя открывать перепускную заслонку. Если так происходит, то появляются ошибки, указывающие на передув турбокомпрессора, и после отпускания педали акселератора двигатель продолжает набирать обороты, утилизируя излишне поданный воздух. Эта ошибка пропадает после перезапуска, но не всегда возникает вновь после раскручивания двигателя до высоких оборотов. Часто владельцы для устранения такой неполадки чистят датчик давления наддува, а виновник-то вот он, вот этот электровакуумный клапан, который управляет перепускной заслонкой. Исправный клапан должен продуваться через штуцер под электроразъемом и перпендикулярный штуцер, а при подаче напряжения через перпендикулярный штуцер и штуцер, который находится рядом с ним. Похожим актуатором, но с другим креплением управляется клапан-байпас, который тоже может заклинить, и тогда байпас не срабатывает. Фиксируется передув. Турбированный двигатель Opel объемом 1.6 имеет еще одну семейную неисправность. Это растрескивание мембраны системы вентиляции картерных газов, которые находятся в клапанной крышке. К сожалению, клапанной крышки сегодня у нас нет, она продана. Симптомы растрескивания мембраны системы вентиляции картерных газов известны. Это свист через отверстия в клапанной крышке, ошибки по бедной смеси и детонация. Поменять мембрану можно на неоригинальную, но производитель подразумевает, что менять надо всю крышку. Пластиковая клапанная крышка установлена на резиновой прокладке, которая с неприятной регулярностью дает течь масло как наружу, так и масло затапливает свечные колодцы. Поджатие болтов не всегда эффективно, поэтому приходится менять прокладку на новую. Модуль зажигания, которого тоже на моторе не оказалось, единый для всех четырех катушек зажигания. И традиционно для моторов Opel страдает разрушением пластиковых изоляторов. Как правило, разрушается один изолятор и в соответствующем цилиндре фиксируются пропуски зажигания. Мотор начинает трястись и перестает ехать. Турбированный мотор Opel объемом 1.6 предпочитает очень хорошие свечи зажигания. Если мотор начал дергаться при разгоне и переходит в аварийный режим из-за ошибок по пропускам зажигания, то тогда надо менять свечи. Из-за изношенных и некачественных свечей зажигания возрастает расход топлива. По ходу этого ролика будет очень много просмотров, потому что сегодня мотор нам будет помогать разбирать наша звезда. Итак, встречаем, Павел. Здравствуйте. Мы начинаем нашу разборочку. 1.6-литровый двигатель Opel по семейной традиции страдает от негерметичности маслоотделителя. Дубеют прокладки, уплотняющие масляные каналы, и тогда масло сочится наружу. В салоне даже можно услышать запах этого масла. Но также возможен и другой сценарий. Масло проникает в каналы системы охлаждения, и тогда в расширительном бачке будет видна масляная пленка. Эти прокладки надо менять каждые 150 тысяч километров, не дожидаясь, пока начнется течь. Порванный ремень ГРМ. Порванный ремень ГРМ. Порванный ремень ГРМ. Его заживало под шкив коленвала. Также мы здесь видим осколки, а это говорит о том, что шестерня впускного распредвала просто развалилась. Повреждений мы здесь не видим. Напомним, что в приводе клапанов нет гидрокомпенсаторов. Этот двигатель отлично ходит без регулировки тепловых зазоров. Но вот если владелец додумается поставить газ, то тогда тепловые зазоры надо будет регулировать каждые 60-80 тысяч километров. Ну что, господа, вы наверняка ожидали увидеть погнутые клапаны. А нет, здесь все нормально. Напомним, что мотор турбированный. Степень сжатия маленькая – 8,8 к 1, а камера сгорания большая. Поэтому ни при каком раскладе здесь поршни не достают до клапанов. Состояние ГБЦ здесь абсолютно нормальное, но есть неравномерный масляный нагар. Известны редкие случаи разрушения прокладки ГБЦ между соседними цилиндрами. Из-за этого между ними образуется переток газов. Двигатель плохо тянет, жалуется на бедную смесь и, возможно, детонация. В этом случае надо правильно померить компрессию. Компрессия в негерметичных цилиндрах будет низкой и после измерения по манометру давление будет снижаться, потому что воздух будет выходить через негерметичную прокладку. Блок этого двигателя чугунный. Если заглянуть в цилиндры, то хона мы практически не наблюдаем. Также мы не наблюдаем следов износа. На верхней части цилиндров есть лазерная нарезка, которая хорошо сохранилась. Что сказать, мы удивлены, почему так равномерно ушел Хон. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Ну и по традиции мы расскажем какое же масло подойдет к этому мотору. А к данному двигателю подойдет масло ELF Evolution Fulltage MSX с вязкостью 5w30. Выгодно его приобрести со скидкой 10% вы можете у нашего партнера компании Armtec. Просто назовите промокод STRONG при заказе. Скидка действует не только на масла, но и на весь ассортимент новых запчастей в сети магазинов Armtec. Кстати, Armtec является единственным официальным дистрибьютором моторных масел ELF в Республике Беларусь. Все подробности по ссылочкам в описании. Двигатель 1.6 Turbo известен разрушением перегородки поршня 4-го цилиндра. Дело в том, что считается, что поршни плохо спроектированы. Вдобавок 4-й поршень и 4-й цилиндр плохо охлаждаются. Охлаждение плохое может быть вызвано залеганием верхнего компрессионного кольца. Как мы знаем, теплоотвод от поршней осуществляется через поршневые кольца. Также не стоит недооценивать детонацию из-за плохого бензина, а также износ камеры сгорания и попадание масла в камеры сгорания. Масло в камеры сгорания попадает из-за изношенных поршневых колец и цилиндров, а также из-за изношенных маслосъемных колпачков. В целом нет какой-то общей закономерности, которая приводит к разрушению поршня именно 4-го цилиндра. Это случается как и на стоковых двигателях, так и на чипованных. Как на бензине 95, так и на бензине 98. Считается, что при гарантийном ремонте, когда меняли поршни, то поршни по гарантийному ремонту лучшего качества. Если такая проблема случилась после гарантийного ремонта, то следует ставить кованые поршни. Часто двигатели 1.6 Turbo начинали дымить синим дымом после серии отжигов или однократном ускорении до 200 километров в час. Диагностика показывала пропуски зажигания в одном из цилиндров и снижение компрессии в нем же. Но в то же время немало двигателей 1.6 Turbo проехали более 200 тысяч километров со стандартными заводскими поршнями. Известны редкие случаи проворачивания центрального коренного вкладыша, который оснащен полукольцами. Если шейка пострадала не сильно, ее можно отшлифовать и установить коренной вкладыш одного из двух ремонтных размеров. Несмотря на все страхи, о которых мы вам рассказали, несмотря на то, что в этот двигатель лили хреновое масло, а в систему охлаждения воду вместо антифриза, износ всех пар трения просто смешной. Да, присутствуют борозды на коренных вкладышах, и на шатунных, и даже на коленвале. Это говорит о частичках закоксовавшегося масла. Также поршень 4-го цилиндра здесь находится в абсолютно нормальном состоянии. Графитовое напыление присутствует. Поршень покрыт нагаром, его кольца подвижны и даже крохотное маслосъемное кольцо не закоксовано. Также отметим, что в этом поршне есть большие отверстия для отвода масла. Как мы уже и говорили, нет определенных причин разрушения поршня 4-го цилиндра. На неухоженном моторе с поршнем все в порядке. На практике бывало, что поршень 4-го цилиндра разрушался на ухоженном моторе 1.6 turbo. Верхние коренные вкладыши сияют, а блок двигателя выглядит отвратительно из-за масляного нагара. В блоке присутствуют маслофорсунки. Вот такой противоречивый двигатель Opel 1.6 turbo первого поколения мы разобрали. Разборка закончена. Если вы хотите знать о моторах, коробках и запчастях абсолютно все, обязательно подпишитесь на наш канал, поставьте лайк этому видео, заходите на наши соцсети, заходите на наш сайт, покупайте у нас отличные запчасти. Помните, что с вами всегда была есть и будет компания «АвтоСтронг-М».